новогодний душевный кризис это еще что за штуку такую придумали да смотрите наблюдая за своими клиентами там за собой за своими близкими происходит под новый год иногда перед новым годом у некоторых чуть позже до происходит такой феномен как очень сильно вышибает эмоционально людей то есть кто-то впадает какую-то истерику кто-то начинает там с близкими очень сильно ругаться это вот казалось бы на ровном месте почему так происходит причины здесь ну как минимум две первая причина помните эмоциональные качели да что насколько мы чему-то радуемся ожидания восхищения и то есть вот сколько вот этих вот эмоции такие которые вот это вот да и ровно настолько же эмоциональная качеля должна дать обратный ход то есть ну просто так работает вне зависимости от от того вообще хотим мы не хотим неважно а у нас ведь и под новый год этого вот вау она особенно много у я понравится мой подарок или нет а я что мне подарят а я вот что там ожидаю вот это оно или нет то есть и вот этих вот ожиданий их очень много как пройдет а вот будет ли внутри вот это ощущение волшебства или нет или уже все банально и спокойно то есть и чем больше у нас вот этого вау тем больше у нас даст обратный ход дальше вопрос только точек сливок хорошо если . слева происходит где-то вне дома то есть вы пошли в очереди перед новым годом перед подарками с кем-то там поругались или из-за парковки или в общем если у вас то там где-то произошел срыв то это замечательно и прекрасно значит все как бы ну в идеале до прошло ну как сайт в идеале да у кого-то это чаще всего происходит конечно все таки не на улице происходит в безопасной среде то есть своим партнером дома да поскольку нам ругаться с партнером как-то уже побезопаснее чем кто-то там где-то там да поэтому чаще всего конечно мы вот этот вот срыв у нас происходит дома и мы начнем ругаться с нами начнет ругаться и казалось бы совершенно непонятно почему на ровном месте дальше это первая причина эмоциональной качели вторая причина по которой происходит вот этот на новый год особенные душевные срывы да вот эти вот кризисы когда у нас истерики руганье это наша но назовем ее календарной памятью как работает человеческая психика если у человека когда-нибудь происходит ну допустим был когда-то там май месяц середина мая было неважно сколько лет назад год или 20 потому что когда она в душу попадает там вектора времени нет его не существует он существует только для нашего тела да она стареет и существует для нашего разума то есть память она там где-то что-то подстирается а для эмоционально для души там вектора времени не существует поэтому там без разницы когда произошло событие если когда-то в неком мае там 15 лет назад 20 40 неважно допустим произошло какое-то слишком травматичное событие там не знаю или кто-то умер или там человек устал что ему изменили или что там не знаю резко его там предали уволили не знаю какой-то аборт там еще что тут вот произошла какая-то травма причем внешне она может выглядеть как вообще полный фигня вопрос а внутри переносится как полный крах тогда что происходит мы как-то этом прожили прошел год-два и каждый раз следующем мае примерно в середине месяца человек начинает чувствовать что-то меня сносит что-то настроение какашка неделю хоть ходишь тебя штормит чинкой болезнь привяжется тут еще сопли я что-то заболела ангина еще непонятно что и вот многие то что-то у меня каждый раз вот как апрель так у меня вот а какой-нибудь кризис начинается то есть многие вот этот по месяцам повторения замечают поэтому у нас действительно вот эти травмы они срабатывают календарным образом ну и естественно новый год и день рождения они просто чемпионы по вот этим календарным штукам поскольку мы все были детками до когда-то и у многих были эти ситуации когда не знаю маленький ребеночек например сам себе придумал что он хочет кошечку а тут ему дед мороз оказывается ли го принес и ребенок там может родители не заметить а он мощном полночи про дать про это да то есть вот эти вот все какие-то нестыковки какие-то ты не не оправданные ожидания все какие-то срывы или не знаю там у ребенка родители например напились его оба или там резко салют какой-то произошел то есть вот любая какая-то травматика которая происходила на новый год она купится постепенно и складывается поэтому особенно новый год ну и на день рождения тоже особенно чувствуем, что что-то, что-то как-то мне так то что-то становится, на самом деле причина вот такая, замечали ли вы что-то подобное за собой, удается ли найти какую-то вот, вспомнить точечку, с которой это возникло.